Всем привет! Увы, друзья-товарищи, но опять невеселый очередной тревожный расклад. Увы. Поэтому по традиции сразу перехожу к делу. Какие важные события произойдут в Республике Крым в 2023 году? Инструмент Таро, Небо и Земля. Шестерка кубков, четверка мечей, мир. Десятка кубков, туз, пентагри, маг. Король мечей, тройка жезлов, пятерка мечей. На дне колоды девятка жезлов плюс десятка мечей. Итоговый аркан, 77, колесница. Десятка мечей на дне колоды. 2023 для Республики Крым станет годом крайне неприятных неких инцидентов, эпизодов, событий. Год крайне неприятных и болезненных неожиданностей. Это очень плохая карта, вы в курсе. В раскладе она, как правило, ничего хорошего не предвещает. Под ней девятка жезлов. Девятка жезлов плюс десятка мечей. Напряженное ожидание плюс крайне неприятный некий инцидент, эпизод, события. Готовность принять удар, защита, оборона плюс что-то крайне неприятное и болезненное. Стойкость, терпение, непоколебимость никогда не сдаётся. Плюс случится что-то, что полностью выбьет вас из равновесия. Осторожность, стресс, напряжённое состояние плюс катастрофа, боль, горе, полное эмоциональное выгорание. Суровые будни, трудности в жизни, борьба за существование. Плюс чувство бессилия, почувствовать себя беспомощным, печальное событие. Ситуация хуже некуда. На дне колоды карты просто жесть. Тяжёлые ожидания нападения. И похоже, по десятке мечей это самое нападение состоится. По десятке мечей всегда что-то неожиданно происходит. Негативное, болезненное. Выбить почву из-под ног. Какое-то печальное событие заставит вас пересмотреть свои планы. Самое мрачное, тёмное перед рассветом. Смотрите, друзья, товарищи, возможно, возможно, будет найдена брешь в нашей обороне. И по этой причине случится несчастье, горе, катастрофа. В текущем году лучше воздержаться от поездок в Крым. Десятка мечей – непредсказуемая карта. По ней может случиться всё, что угодно. Неожиданно, как гром среди ясного неба. Печальные, непредсказуемые события. Инциденты, происшествия. То, что она на дне колоды – это очень-очень-очень плохой знак. Будьте крайне осторожны. Смотрите, в раскладе много мечовых карт. Десятка мечей, четвёрка мечей, король мечей, пятёрка мечей. Это вообще жесть. Слушайте меня внимательно, друзья товарищи. В последнее время мне снятся плохие сны. На днях приснился сон. Я его описал на своей страничке ВКонтакте. Несколько церквей в ряд стоящих были полностью объяты пламенем. Точное количество не назову, сколько их было, так как огонь был таким мощным, ну вот прямо от фундамента до крестов полностью их сокрыло. Церкви были из дерева и достаточно высокие, как и сам огонь. Данное сновидение ничего хорошего нам в текущем году не сулит. Бед и несчастье нам не избежать в 2023. Достаточно вспомнить расклад мой на Москву. Теперь вот и на Крым тоже десятка мечей плюс и пятёрка мечей. Десятка мечей, пятёрка мечей. Самые негативные, болезненные карты второго. Пятёрка мечей – враждебность от разговоров, конфликтов до военных действий. Выбор в пользу битвы, решив сражаться. Наличие менталитета. Мы против них. Мир плюс мат плюс пятёрка мечей – реализация замыслов через активные боевые действия. Ситуация будет ухудшаться, деградировать. Придётся прибегнуть к более мощным действиям, к более мощному воздействию. Старший аркан маг – отличная карта, но под ним пятёрка мечей. И это напрягает. Более активные, мощные, осознанные действия в затянувшемся в жёстком конфликте. По пятёрке мечей всегда потери проходят. Маг плюс пятёрка мечей – потеря контроля. Десятка мечей, пятёрка мечей. Ещё одно крайне негативное сочетание карта. Пятёрка мечей – это, скорее всего, проводимое нами сейчас СВО. По пятёрке мечей война проходит, боевые действия. Что-то явно пойдёт не так в текущем году. Карты чётко указывают на потерю контроля над ситуацией. Что-то выйдет из-под контроля, что-то пойдёт не так, как мы рассчитывали. Ту спинтакли плюс пятёрка мечей. Могут быть разрушены какие-либо крупные материальные объекты. По пятёрке мечей разрушение тоже проходит. Потери, утраты, позор, бесчестие. Расклад крайне негативный. Для Крыма на текущий год крайне негативный. Тут и четвёрка мечей. Бессилие, беспомощность, истощение. Под ней тузь пентаклей. Истощение ресурсов. Вместо материальной силы получаем бессилие. С ресурсами будут серьёзные проблемы. Даже если у руководства и были какие-либо планы, то их придётся поставить на паузу. Придётся многие проекты просто заморозить. Всё в замороженном, болезненном состоянии. Четвёрка мечей, тузь пентаклей, тройка жезлов. В эмоциональном плане будет очень тяжело в текущем году. С реализацией своих планов придётся временно повременить. Отложить всё. Единственное, что вселяет надежду, единственное, в этом раскладе, это тузь пентаклей. Друзья, товарищи, принято считать, что если он присутствует в раскладе, то все невзгоды и неприятности можно будет преодолеть. Будем надеяться на это. Что ещё остаётся? Пока кое-кто там думает, нажимать на кнопку или нет. Ситуация деградирует. Прямо на ваших глазах сейчас. Разве не так? Десятка мечей плюс тузь пентаклей. Катастрофическое финансовое положение. Крайне неприятная неожиданность, связанная с изобилием, процветанием, благосостоянием и безопасностью. Это крах прочной материальной ресурсной базы. От финансового кризиса, как минимум, до разрушения материальных крупных объектов. Пятёрка мечей рядом. Как максимум. И то, и другое не радует. Согласитесь. В Крыму обстановка будет напряжённой. На острие ножа по королю мечей. Причина всех бед и несчастья – это невозможность восстановить целостность чего-то раздрубленного. Четвёрка мечей плюс мир. В текущем году точно мира не будет. СВО будет продолжаться весь год. Кто не смотрел, посмотрите моё видео. Второй договор между Украиной и Россией. Когда? Распад СССР. Зеленский в 2024. Тройка кубков. Важно. Ссылку на него дам в описании к этому ролику. Шестёрка кубков. Карта Дежавю. Это все знают. Что-то похожее уже когда-то было. Может, речь идёт о 2014? Тогда тоже обстановка, атмосфера была напряжённой. Итоговый аркан колесница. Этот аркан всё чаще стал проигрываться как активные действия. Военный поход. В сочетании с десяткой мечей тоже может указывать на потерю контроля, управление. Несчастные случаи в дороге, в пути. Будьте осторожны. Путешествую на авто, поезде, самолёте. Колесница – это любое транспортное средство. Авиакатастрофу исключать нельзя. С поездами может быть тоже что-то негативное. Катастрофа по десятке мечей. Может, и об этом тоже идёт речь в данном раскладе. Повторюсь, что именно произойдёт по десятке мечей, это крайне сложно определить. Целый год впереди. Сегодня только 27 января. Год будет тяжёлым и непредсказуемым для Крыма. С такими картами там вообще делать нечего. Ни одного дня. Не говоря уже об отдыхе длительном. Смотрите, могут быть серьёзные конфликты. Король мечей очень жёстко действует. Зачистка на ждакон. Кто не с нами, тот против нас. Могут палку и перегнуть. Уверенная сила и конфликт. Тройка жезлов плюс пятёрка мечей. Могут палку и перегнуть. Очень жёстко могут власти действовать. Если обстановка, того потребует. Если нужно будет, всё очень жёстко будет. И правильно. Верное действие проходит по королю мечей. Вообще, король мечей профессионал. Барон знает, что и как делать. Как поступить в той или иной критической ситуации. Спорить с ним не стоит. В противном случае, сразу арест. Что ещё можно сказать? Напряжённая ситуация, атмосфера, отсутствие комфорта. Бреши могут быть найдены противникам в нашей обороне. Ситуация стрессовая, кризисная, конфликтная, враждебная обстановка. Никакого уюта, тепла, комфорта. Потеря всего этого. Будем надеяться, что пятёрка мечей это не война. Не хотелось бы, чтобы она затронула каким-либо образом Крым. Но карты плохие, сны ещё хуже. Расклады тоже невесёлые. Делайте соответствующие годы. На Москву тревожный расклад. И на Крым тоже. Лукавить не стану, друзья, товарищи. Высока вероятность, что боевые действия каким-либо образом могут затронуть и Крым тоже. Маг плюс пятёрка мечей. Всё очень жёстко будет. Это сочетание может указывать на активные боевые действия. На начало войны. Понимаю. Люди ждут от меня хороших новостей. Но, друзья, товарищи, карты Таро никогда не идут у кого-либо на поводу. Они показывают голую и порой жестокую правду. Реальность. Нравится вам это или нет? Они вас об этом не спрашивают. Показывают так, как будет. Вот ещё и по этой причине я не делаю личных раскладов. Смотрите, человек что-то планирует, строит какие-либо планы на будущее, а ему бац! По раскладе смерть плюс десятка мечей. Насильственная смерть. И как ему сказать об этом? Да и поверит ли он в это? Скорее всего, нет. А если так, тогда зачем всё это? Я очень часто стал в последнее время задавать этот вопрос. Тогда зачем всё это? Понимаете? Люди верят в хорошее, но отказываются верить в плохое. Кто придерживается такого подхода, второй не для вас. Таким вообще не надо слушать меня. Стройте и дальше воздушные замки на песке. Так ведь проще, а главное удобнее, комфортнее. Мечтать, фантазировать легко. Погрузиться в реальность, это уже гораздо сложнее. Возможно, что-то я в этом раскладе и не увидел, а может, увидел даже больше, чем надо. Четыре мечовые карты. И какие? Срочно спускайтесь с небес. На мой взгляд, лучше дешёвая Анапа этим летом. Чем на своей шкуре испытать? Пройти через десятку мечей, пятёрку мечей. Впрочем, вообще будет ли нам до отдыха этим летом? Это всё под большим вопросом. По-любому, окончательный выбор за каждым из вас. Всегда об этом говорю. Помните трагедию с Крымским мостом? А ведь её несколько тарологов на Ютубе предсказали. Хоть что-то и другие тарологи тоже предсказали. Кроме трагедии на Крымском мосту, у них за прошлый год больше ничего я не увидел. Понимаете? Несколько тарологов на Ютубе предсказали. Трагедию на Крымском мосту. Если бы люди послушались бы, кое-кто остался бы жив сейчас. Там ведь люди погибли. Вот так-то. Так что старой не шутите. Никогда. В раскладе два старших аркана, но они в окружении четвёрки мечей и пятёрки мечей. Да. Ладно. Друзья-товарищи, добавить больше нечего. Углубляться в этот негатив не стоит больше. Мечи, кругом мечи. В психологическом плане жителям Крыма будет очень тяжело в текущем году. На сегодня всё. Продолжаю по мере своих возможностей выполнять ваши заявки. Ну, как только свободное время появляется, делаю расклады. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Углубля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова